Четыре парня сидят в больнице и ждут, потому что их жены рожают. Доктор выходит к ним и говорит, поздравляю, вы отец близняшек. И парень отвечает, какое крутое совпадение, я работаю на компанию, которая называется близнецей Гарри. И доктор говорит второму парню, поздравляю вас, вы отец тройняшек. И парень отвечает, какое крутое совпадение, я работаю на компанию, которая называется 3М. Доктор говорит третьему парню, поздравляю вас, вы отец четверняшек. Парень говорит, какое странное совпадение, я работаю на отель четырех сезонов. Последний парень начинает злиться и бьет себя по голове Доктор смотрит на него и спрашивает Что случилось? С вами все нормально? И он отвечает Нет, все очень плохо, я работаю на 7-Up Можно взять в долг 4000 долларов Прежде чем мы дадим вам деньги, мы должны убедиться, что вы сможете их вернуть Без проблем, вот ключи от моей машины Это зеленая ламборгини Она стоит тут на парковке Я здесь, чтобы вернуть вам долг Окей, вам еще нужно оплатить комиссию в 11 долларов Без проблем С вами приятно иметь дело, но позвольте спросить Как вы ушли, я посмотрел И оказалось, что вы миллионер Так зачем вам нужен был долг в 4000 долларов? А, просто где я еще смогу припарковать свою машину на 3 недели за 11 долларов? В Нью-Йорке Окей, кто тут рожает следующий? Это мы, док, это мы Пожалуйста, вытащите это из меня Как раз у нас появилась новая система Мы можем передать всю боль во время родов От мамы к папе ребенку И вы не будете ничего испытывать Всю боль будет испытывать ваш муж Если вы хотите, давайте так и сделаем Ооо, ну давайте так и сделаем Окей, тогда давайте сначала переведем 20% в боли Фух, окей, так лучше Фух, я ничего не ощущаю, увеличивайте до 40, док Окей, тогда давайте переведем 40% Фух, мне нравится эта система, я все равно ничего не ощущаю Сейчас, подождите, док Да Бро, у меня такое чувство, будто из меня вытаскивают ребенка размером с арбуз, бро Тебе нужно сходить к доктору, бро Увеличивайте до 60, док А, оно ухудшается, ааа А, оно ухудшается Ставьте на максимум, док Черника, носите его уклонирование О, бро, я не знал, что ты смотришь аниме Я люблю аниме Какое твое любимое аниме? Мое любимое аниме, это Боруто Ты когда-нибудь смотрел Наруто? Наруто, Наруто отстой по сравнению с Боруто Я пытался смотреть Наруто, но я не мог, потому что это отстой Наруто, фигня, смотри, я люблю Боруто Тупой, маленький Здравствуйте, я бы хотел купить один ламаргини и два дома за миллион долларов Да, конечно, но сперва я должен убедиться, что у вас достаточно денег, поэтому покажите их Вот, все деньги у меня в этом пакете Стоп, стоп, подождите, откуда у вас такие большие деньги? Вы что, их украли? А, нет, нет, я живу напротив футбольного поля И что? Ну у меня дырка в моем заборе, и поэтому все эти футболисты писают на мой задний двор через эту дырку Ага, и поверьте мне, я устал от этого А, понял Так что я взял ножницы и начал запугивать Как? Либо вы платите мне 50 долларов, либо я вам отрезаю, ну вы знаете что? А, хорошая идея Вот так я собрал все эти деньги в этом пакете Я понял, но что у вас в другом пакете? А, вы знаете, не все платят Откуда ты взял эту машину? Я купил ее сегодня А где ты взял деньги? Она стоила всего 15 долларов Кто-то дешево продает машину Я катался на велике и встретил женщину И она спросила у меня, не хочу ли я купить ее машину за 15 долларов Она что, тупая? Мне кажется, он нам врет Теперь лучше сходить с ним и все проверить Здравствуйте, я бы хотел у вас спросить Зачем вы продали свою машину моему сыну всего за 15 долларов? Ну, два дня назад мне позвонил босс моего мужа И сказал, что мой муж сбежал на Гавайи за своей секретаршей И не собирается возвращаться Боже мой, извините, конечно Но как это относится к моему сыну и вашей машине? Ну, сегодня мне позвонил мой муж и сообщил, что у него украли кошелек Также он сказал продать его машину и отправить ему все деньги Это я и сделала Добро пожаловать в рай Что у вас случилось? Меня и мою собаку сбила машина Можно зайти к вам? Можно, но только без собаки Тогда я дальше пойду Простите, а что находится за этими воротами? За этими воротами находится рай А с собачкой зайти можно? Конечно, можно А там что за врата были? Там были врата в ад До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей Здравствуйте Смирнов, если ты не сдашь этот экзамен, ты останешься на второй год Задрон, ты это знаешь? Да, я знаю Держи Здравствуйте О, Чина, держи Спасибо Эй, Задрон, как дела? Так, класс, все сели, начинаем экзамен Эй, мне нужны ответы от этого теста Нет, я не могу этого сделать Это будет нечестно Слушай, у тебя нет выбора Так что ты решил? Ладно Но я хочу, чтобы ты знал Если ты будешь жульничать, ты никогда не станешь первым Так говорят только задроты Чина, это невероятно У тебя все ответы правильные Спасибо, учитель Ну, как я знал Смирнов, заходи в класс Твоя работа у меня на столе Алло, дорогой, это я Ты на футболе? Да, что? Я в магазине И нашла такую крутую сумочку Она стоит всего тысячу долларов Можно куплю ее? Конечно, если хочешь, покупай Также я заметила в центре Мерседес машину Которая мне очень нравится Сколько она стоит? Сто тысяч долларов Ладно, но убедись, что с машиной все в порядке За такую-то цену О, круто А еще кое-что Дом, который я хотел купить в прошлом году Сейчас опять продается За девятьсот восемьдесят тысяч долларов Предложи им девятьсот тысяч Я думаю, они согласятся Но если они не согласятся Предложи им еще пятьдесят тысяч Если ты думаешь, что это реально хорошая цена Окей, увидимся позже Я люблю тебя Ты достойна этого Пока Кто-нибудь знает, что это телефон? Так, поставь игру на паузу Нам с папой нужна твоя помощь Мам, онлайн игры нельзя поставить на паузу Скажи своим друзьям, что ты отойдешь на минуту Пойдем Я же тебе сказал, что их нельзя поставить на паузу Ты думаешь, я тупая? Я знаю, что все видеоигры можно поставить на паузу Мам, я же сказал, что их нельзя поставить на паузу Хватит Все, хватит Дай мне свои наушники Так, это мама Чина Он отойдет на несколько минут Поставьте игру на паузу, окей? Ты же тупая, онлайн игры нельзя поставить на паузу, иди лучше на кухне кушать готовить. Мальчик, тебе сколько лет, и сколько денег тебе заплатил мой сын, чтобы ты меня обманул, а? Мы просыпались раньше солнца и сразу заправляли свою постель, чтобы не опозорить маму перед гостями. Потом мы одевали свою одежду, купленную за 5 рублей на базаре, и шли работать на завод. Придя домой, мы завтракали маленькой крошкой хлеба, потому что это целое богатство. Мы шли в школу в кромешной тьме, в 40-градусный мороз каждый день. Сражались с динозаврами и львами. Нам было тяжело, но мы ползли в школу, потому что если мы не будем ходить в школу, мы станем бомжами. После школы мы готовили обед на всю семью, и сразу же после этого мыли всю посуду в доме. Потом мы читали 500 книг, ведь книги это было самое дорогое, что было у нас в жизни. Далее мы делали массаж пяток маме. Мы не хотели этого делать, но мы не могли себе позволить ослушаться родную мать. Мы убирали весь дом и вылизывали все подоконники до блеска, чтобы дать маме отдохнуть. Потом мы 5 часов учили уроки, ни на что не отвлекаясь, и ровно в 10 часов ложились спать. Вот, держите. Спасибо. Вот мой телефон. Спасибо, Чина. А что насчет твоих часов? Мои часы. Ладно. Вот, вы меня спалили. Спасибо. А что под футболкой? Серьезно? Вот, держите. Все, у меня больше ничего нету. Я знаю, ты прячешь что-то за спиной. Как вы вообще об этом узнали? Вот. Все, теперь я чист. У меня больше ничего нету. Давай сюда все. У меня больше ничего нету. Угу, вытаскивай. Ничего нету. Берите. Вот, возьмите. Все, у меня больше ничего нету. Спасибо, теперь ты можешь проходить на экзамен. Я точно провалю. Может, кто-то еще прячет айфоны в носках или компьютеры в трусах? Выбирай, быть умным, но жить один год, либо же быть тупым, но жить сто лет. Я не хочу быть тупым, но жить один год я тоже не хочу. Блин, что бы выбрать, что бы... Решай быстрее. Ладно, я выбираю быть умным. Готово, у тебя остался один год жизни. Удачи. Так, теперь мне осталось всего один год. А, я понял, я разработал эликсир бессмертия и с его помощью смогу стать бессмертным. Но мне нужна чья-то помощь. Привет, друг, у меня есть крутая идея. Поможешь мне? Привет, а у тебя волосы черные. Все с тобой понятно, ты выбрал быть тупым. О, чином получил пятерку за вчерашний тест. Молодец. О, круто. Как он получил пятерку? Он же всегда был тупым. В смысле, когда это я был тупым? Так, дети, успокойтесь. Так, теперь начнем делать эликсир. Первый образец готов, но мне остался всего один день. Посмотрим, сработает ли он. О, это наш выход. Стоп, подожди. Раз, два. Че ты делаешь? Три, четыре. Ладно, будем ждать следующую. Зачем ты считал? Мы просто могли заразить эту шоколадку. Ну, из-за правила пяти секунд. Че? А, ну если еда падает на землю, мы не можем трогать ее на протяжении пяти секунд. А, это придумали мы, микробы? О, нет, это было придумано людьми. А, наверное, учеными? Да, стоп, нет. Просто обычными людьми. Ну, детьми в детском садике. А, ладно. О, смотри, еще одна шоколадка. Здравствуйте, я бы хотел вернуть это. Конечно, покажите, пожалуйста, ваш чек. Я их даже не открывал и не трогал. Я все понимаю, но мне нужно посмотреть на ваш чек. Смотрите, они полностью новые. У вас хотя бы осталась кредитная карточка, которой вы расплачивались. Это просто возмутительно. Что за обращение у вас с клиентами? Вы можете обратиться в гарантийную службу на пятом этаже. Хотя, знаете, нет, не надо. Я просто в шоке с этого сервиса. Вы хотя бы можете мне пакет дать? Хоть на этом спасибо.